Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Якова, брата Господня. И сегодня мы будем читать и рассматривать четвертую главу этого послания. Это предпоследняя глава. В этой главе нам предлагается, первое, рассмотреть причины расприи, помимо упомянутых в предыдущей главе, и бодрствовать против них. Об этом с первого по третий стих. Также идет призыв отказываться от дружбы с миром, а чтобы полностью подчиниться и покориться миру Божию. Об этом с четвертого по десятый стих. Далее. Призыв тщательно избегать всякого злословия и поспешного осуждения других. Об этом одиннадцатый, двенадцатый стих. Далее. Сохранять постоянную зависимость от распоряжений божественного проведения и относиться к ним с предельным почтением. Об этом с тринадцатого по семнадцатый стих. И первый раздел, с первого по третий стих, призыв именно удаляться от расприи и от того, что порождает их. И Иаков, брат Господень, пишет «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Действительно, иногда распри и вражда проистекают именно от вожделений. Все мы помним, как один из президентов Соединенных Штатов Америки оказался в скандальной ситуации из-за одной молодой практиканки, которая проходила практику в Белом доме. И для того, чтобы заглушить этот скандал, он начинает военные действия на Ближнем Востоке. Поэтому любые военные действия, объявления войны и так далее, и так далее, за этим всегда скрывается чья-то неполноценность, чьи-то комплексы, вожделения, которые имеют именно такое выражение. Адольф Гитлер, этот человек, в свое время вел нищенский образ жизни. Он был неудачным художником, у него не всегда были средства к существованию. И вот эти комплексы, которые возникли в этот период его жизни, они потом превратили его в чудовище. Потому что он не переносил это состояние со смирением, уповая на Бога, а он копил в себе неприязнь и злобу. Поэтому, когда мы говорим о мире политики, современной политики, она вся мотивирована человеческими вожделениями, человеческими комплексами неполноценности, как и русский религиозный философ Владимир Сергеевич Соловьев писал, что эти люди, дорвавшиеся до власти, от ощущения собственного ничтожества свирепеют и начинают творить настоящее безумство. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вожделения порождают преступные деяния, и ими же все и заканчивается. Беда Достопочтенный писал, «Вожделения воюют в членах ваших, когда ваши руки или язык, или другие какие части тела, невоздержанно повинуются тому, что нашептывает им бесстыдный разум», о чем и писал Иаков в первой части своего послания. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Это первая глава, 14 стих, послание Иакова. Но возможно также, что здесь имеются в виду вожделения земных благ, указывающих на благо небесное, уважение, честь, достоинство. По этой и множеству других причин в нас часто ведутся битвы между злом и добром. Вот здесь Беда Достопочтенный обращает внимание на то, что вожделения бывают разные. Может быть стремление к апологии собственного греха, а может быть вожделение святости и чистоты. Далее с 4 по 10 стих апостол Иаков настаивает на том, что надо отказаться от дружбы с этим миром, как и апостол Павел в послании к римлянам пишет «Не сообразуйтесь с веком Сим». И мы читаем 4 стих «Прелюбодей и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Здесь миром называется мир, в котором мы с вами живем, и о котором в Библии сказано, что мир возле лежит. Поэтому коллаборационизм предательский для церковных людей по отношению к миру, при их стремлении дружить с этим миром, это июдин грех. И тот, кто идет этим путем и готов поддерживать любой режим и любые его решения, тот становится неизбежно врагом Богу. Ибо плоть желает того, что противно духу, а дух желает того, что противно плоти. И в послании к эфесянам, 6 глава, 11-12 стих, первоверховный апостол Павел пишет, «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть наша брань, настоящая духовная брань, это война с бесами и демонами, которые сеют вожделение в этом мире. Далее апостол Иаков, брат Господень, пишет, 5 стих и ниже, «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас?» То есть Бог ревнует нас, когда мы начинаем дружить с этим миром. Он до ревности любит нас. И далее. «Но тем большую дает благодать», то есть чтобы мы перенесли вражду с этим миром. «Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Горды – это те, которые соединились с гордыней этого мира, с гордым превозношением одной партии перед другой. «Одной страною перед другою». Вся современная политика – это конкуренция гордых и надменных язычников по отношению друг к другу, которые могут использовать христианство только как фиговый лист, чтобы прикрыть наготу собственных вожделений и подлинных бесовских целей, когда они участвуют во всевозможных столкновениях друг с другом. Но тем большую дает благодать седьмой стих. «Итак, покоритесь Богу». То есть для нас очень важно выстроить правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, что на третьем, а что на четвертом. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и его идеологии, каиновой идеологии, и убежит от вас. То есть мы можем противостать дьяволу, если мы покоримся Богу. Одно предполагает другое, но если мы не покоримся Слову Бога, то мы не одолеем дьявола. Покориться Слову Бога означает воспринимать Священное Писание как Господнее руководство к действию. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Это антропоморфизм. Бог вездесущ, Он ни от кого не удаляется и никому не приближается. Это мы можем своими действиями удалиться от Бога или приблизиться к Нему. Поэтому здесь и сказано «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». То есть вам будет казаться, что Он опять пришел к вам. На самом деле-то вы вернулись к Нему. Как приблизиться к Богу? «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Очистить руки от преступлений, что оскверняют руки человека. Грех воровства, грех убийства, человеческая кровь. Это не водится. Все эти преступления, они оскверняют руки человека. И когда Он воздевает их гордо и надменно к Богу, Бог не слышит таковых, прежде чем они не очистятся и не исправятся. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Двоедушный – это тот христианин, который хочет дружить и с Богом, и с миром. Таковой называется прелюбодеем. Почему? Церковь – это невеста, Христа – жениха. И прелюбодеем является тот христианин, который через дружбу с миром изменяет Богу, который до ревности любит нас. Девятый стих. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш добротится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас». Итак, когда мы находимся в состоянии греха, мы должны пресечь именно веселье, плачем и рыданием, смех обратить в плач и радость в печаль, сокрушаясь перед Богом. «Смиритесь пред Господом и вознесет вас». Как в этом же послании сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Далее, с 11 по 12 стих призыв тщательно избегать всякого злословия и поспешного осуждения других. Это одна из центральных тем в послании Иакова. Злословие другого человека – это духовный тип киллерства, умершвление, репутация человека. Когда смерть репутации человека наступает раньше физической смерти его, предваряя ее. Поэтому каждый злословящий брата уподобляется дьяволу, который первый злословящий, о котором в Библии сказано, что он наговаривает даже Богу на святых, клевещет на них. «Не злословьте друг друга, братья! Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон, ведь закон не поставил всех людей судьями, чтобы они позволяли себе в чем-то обвинять брата, даже если они говорят правду. А если ты судишь закон, то есть не согласен с этим запретом осуждать другого, то ты не исполнитель закона, но судья, то есть ты бросаешь вызов Богу, который дал нам этот закон. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? То есть осуждающий другого, он как бы берет на себя функции Бога, он себя ставит на положение Бога, и об одном можно сказать, это погибший, а это спасенный, выносит решение суда до самого страшного суда, и это, конечно, узурпация приоритетов Бога. Беда достопочтенный пишет, Иаков указывает на неразумие человека, находящего радость в том, чтобы судить ближнего, и при этом забывающего о собственной слабости и шатком положении в этой приходящей жизни. Это действительно так. Беда достопочтенный совершенно прав. Людям свойственно, об этом пишет и Григорий Великий, и Григорий Богослов, людям свойственно обвинять именно в своих грехах других людей. Вспомните последнего человека, который говорил о ком-то, как о нецеломудренном человеке. Вспомните последнего человека, который говорил, как о неправославном, о другом человеке. На самом деле они рассказывали вам о себе. И в Евангелии от Матфея, 7 глава, с 3 по 5 стих, мы находим такие слова Христа. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Далее с 13 по 17 стих говорится о том, как важно подчиняться божественным наставлениям вере и с каким почтением надо относиться к этим наставлениям как Господне руководство к действию. И мы читаем с 13 стиха и ниже. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Человек, который внимательно изучает Священное Писание, он знает, он разумеет, что все во власти Бога и наше прошлое, и наше будущее, и наше настоящее. Он, как Альфы и Омега, начало и конец, Христос, подлинный смысл человеческой истории. Бог Творец причина возникновения этого мира и его же конечная цель. Иаков настаивает на том, чтобы мы повали на промыслы Божьи и не фантазировали по поводу того, есть ли у нас завтрашний день. И Христос часто подчеркивал, что довольна жить проблемами этого настоящего дня. О том, есть ли у нас завтра или нет, мы не знаем. Древнехристианский экзегет Экумений пишет, Иаков таким образом не уничтожает свободной воли, однако показывает, что не все в ее власти, но она, наша свободная воля, нуждается и вышней благодати. Ведь можно и подвизаться, и бежать, и торговать, и совершать все необходимое для жизни, но приписывать это надо не своим трудам, а человеколюбию Божию. Поэтому, ложась спать, мы будем молиться, неужели одерсей гроб ми будет. Кстати, в понимании древних в человеческом сне одна десятая от смерти. Как после смерти человек действует, говорит, движется, так и во сне, хотя тело лежит, мы действуем, говорим и движемся. поэтому смерть имеет образом земной жизни сон, пробуждаясь, мы как бы переживаем воскрешение, когда Господь дает нам возможность продолжить наше существование. И далее произносятся слова, которые являются собственно говоря христианским ноу-хау, то есть собственное христианское слово. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Во всех религиях грех – это какое-то действие, но в христианстве грехом является и бездействие. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». грех. И это собственное христианское слово призывает нас всегда пребывать в действиях, связанных с нашей верой, надеждой и нашей христианской любовью. Итак, сегодня мы сделали обзор предпоследней главы послания Иакова, брата Господня. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем заканчивать исследование этого послания, читая и просматривая пятую, последнюю главу этой библейской книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя! Продолжение следует...